Выход в интернет-пространство ученикам школы-интерната на Чкаловской просто необходим, как и интерактивные занятия. Все это невозможно без современного оборудования и высокоскоростного интернета. В данный момент в специализированной школе обучается 132 ребенка. Здесь не только получают знания, в интернате лечатся и проходят реабилитацию дети, в том числе с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Школа оснащена всем необходимым. Помимо физиологических направлений, здесь также работает кабинет логопеда, дефектолога, психолога, психологической разгрузки. В учебном корпусе светлые и просторные классы, рассчитанные на 8-10 человек. Оборудованы они специальными партами-лежаками, ученическими столами и учебные кабинеты по предметам английский, география, биология, химия, физика, информатика. Кажется, все теперь есть в этой школе, даже свой большой и оснащенный компьютерный класс. Люди сейчас больше всего сидят в интернетах, и интернет должен не только нести какой-то вред, испортить глаза, но еще должен быть познавательным. Там должны быть какие-то статьи. Например, я хочу написать статью, я это делаю, пишу, выкладываю. Для ученика 9-го А-класса Вячеслава Мельникова, как и для многих ребят, появление высокоскоростного интернета и компьютеров – самый лучший подарок к Новому году. Ученики школы-интерната много времени проводят в учреждении, разнообразный досуг им просто необходим. Открыть новый компьютерный класс приехали министр государственного управления информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, глава округа Сергей Горелов и представители оператора Теледва. Для них экскурсию привели и рассказали, как проходит процесс обучения детей. Гости стали для ребят добрыми волшебниками, подарившими возможность обучаться при помощи интернет-технологий. В этом проекте с Министерством государственного управления мы уже участвуем второй год. В прошлом году мы участвовали в аналогичном проекте в Долгопрудном, где также помогали одной из школ этого города в обеспечении компьютерами, для того, чтобы повышать компьютерную грамотность. В этом году нам предложили это направление, мы с удовольствием согласились, для нас это большая честь. Большой радостью стал этот подарок для учеников школы-интерната, которые в свою очередь отблагодарили гостей творческим подарком. Совместно с педагогами подготовили концерт. Песня у нас прекрасный, здесь живем в школе классно, и играй, мы поем, а теперь мы пойдем в сумму. Лилия Тимиева, Александр Ожевский, Щелковское телевидение.